Здравствуйте! Вот сторонники, так сказать, коммунистических концепций, которые в нашем обществе достаточно, таких людей, они всегда всему нашему обществу указывают в сторону Китая. Так называемое «китайское чудо». Вот видите, оно произошло под мудрым водительством коммунистической партии Китая, КПК. Более того, на какой-нибудь праздник группа таких вот пенсионеров выходит в Москве под флагом красным, китайским, да, вот там, значит, звёздочка в окружении нескольких звёзд, да, звезда в окружении нескольких звёздочек, вот так вот. Вот. Даже не под советским флагом, серпом и молотом, и звёздочкой маленькой. Над ним. Ну, пришло время поговорить про «китайское чудо». Что тогда у нас случилось? Вот. Ведь как ведь был Китай? Такой вот разрушенный-разрушенный. Кстати, эта разруха в Китае началась достаточно давно, и она не была вечной. Вообще говоря, Китай, скажем так, начало 19-го века был ещё совсем не тот, что позже. По крайней мере, точно это было централизованное государство. Вот современные, ну, они и раньше были передряги, вот их монголы завоёвывали, понимаете как. Вот. После монголов они пришли в себя, даже началась у них вроде внешняя экспансия, да, по Индийскому океану. Но решили, что ну, что тут мы с них возьмём, какие-то крохи, у нас-то вон всё какое богатство. Сколько страна-то большая. Сколько народа-то много, который может на нас работать, на руководство китайское. Вот. И передряги начались в эпоху войны, в религиозной войны, которая сейчас называется Восстание Тайпинов. Это вот 50-е-60-е годы, огромные потери, там речь идёт о десятках миллионов, значит, больше, говорят, полусотни миллионов было убито в ту войну. Ну, и императорское правительство справилось с этим, предприняв им интересное решение. Оно фактически смирилось с неким такой вот полицентричностью власти. То есть в провинциях стали свои большие люди, у которых были свои приличные армии, да. И вот так вот это и шло. Вот такой вот Китай, вот такая вот раздрога, раздроба. Вроде Китай, вроде есть император, императрица, а не пойми что. Тут пришли, японцы завоевали. До этого у них были боксёрское восстание, ну, представьте, так сказать, батальон солдат европейских мог от берега дойти до Пекина и там сменить ситуацию, изменить радикально. Ну, слабая была страна, что говорить. Вот после этого вот раздроги, да. Девятнадцатый век в таком же состоянии встретили. Году, по-моему, в десятом или в одиннадцатом случилось так, что империя перестала существовать. Стало то, что на Западе называют националистический Китай. Вот. А так это вот пришло, другие времена пришли, да. Вот. В другие времена эти коммунисты появились. Война с японцами, с японскими агрессорами была. Это, собственно, элемент Второй мировой войны. Началась она раньше, чем война в Европе, Вторая мировая. И помогали и китайским коммунистам, и ченкайшистам. Ченкайши тогда возглавлял, он преемник был Сунь Яцена. Сунь Яцена – это вот первый их, значит, демократический президент. Вот. Руководитель первый. Вот. И помогали им и американцы, и наши. Наши и китайцам, и коммунистам помогали, и ченкайшистам против борьбы, против Японии. А потом война началась, вообще тут же помощь была так. Америка-то открыто воевала с Японией. Мы так хитро, как чего-то там, помогали Китаю. Особый район Китая такой был. Там были вот коммунисты, ау-цзэ-ду. Вот. Такие вот дела были. Нужно сказать, что китайская компартия, она не только там вот в Китае была. В бедной, в общем-то, на тот момент стране. Но она действовала и среди китайцев Хуа Цяо, которые жили в других странах. Ну, а в других странах эмигранты китайские, они жили вот немножко лучше, чем в Китае. Они трудолюбивые. У них есть определенная, так сказать, культурная среда, которая, культура такая вот деловая, которая вот им позволяет очень высоко поднимать вот свое хозяйственное дело, бизнес, аккуратность. В Петербурге у них были, ну и вообще в России китайские прачечные. Это они вот славились, известно были, китайские прачечные, например. Ну и так вообще в Европе были, и в Америке. В Америке много китайцев завезли, завезли буквально, чтобы строить железные дороги. Но они там и остались на тяжелую работу. Кстати, китайцев завезли строить железные дороги и в Российскую империю. Вот эта вот дорога до Мурманска ими была построена. Вот после того, как началась революция и началась Первая Советско-финская война, значит, вот китайцев, ну куда им деваться-то их, значит, в Красную Гвардию, они отбивали финнов, белых финнов. Благодаря в том числе и китайцам, и красным финнам, и англичанам, которые их организовали, вот Карелло-финская АССР, как раньше называлось, она вот до сих пор в составе нашей страны. Вот, ну вот, ну потом в Гражданскую войну они участвовали, на стороне красных отличались такой исполнительностью, жестокостью, потому что знали, что им все равно, ну куда он, дезертировать не мог, потому что убьют. Ходи их называли, Ходи-Ходи. До Китая он не доберется, ну видно, что китайц, видно, что, что красные палачи, обязательно убьют. Вот, так же служили на бире и правде они. Ну, так ладно, делать не в этом. Так вот, среди этих вот рассеянных по всему миру китайцев работала в том числе Компартия. Она им оказывала интересные услуги, защиту. То есть это называется рейкет, по-хорошему-то, да? И работал с этими вот иностранными китайцами Дэн Сяопин. Он тогда еще был совсем не такой мудрый старец, каким мы его знаем по фотографиям в красивых журналах. Ну вот, Дэн Сяопин, он их возглавлял. Он хорошо знал китайских бизнесменов, которые жили за пределами Китая. И вот, когда пришел черед его побыть у власти в коммунистическом Китае, уже после культурной революции, которую устраивал Мао Цзэдун, после великого скачка, после... Ну, Мао Цзэдун, в общем, оставил страну в плачевом состоянии, но с атомной бомбой и с водородной бомбой. И все. Все его достижения. А вот Дэн Сяопин вот и придумал то, что он придумал. Китаю нужны внешние инвестиции. Кто может дать? Как уж он прошел дорожку к сердцу своих китайцев, богатых за рубежом, не знаю. Ну, он, понятно, объяснил, что рабочая сила в Китае стоит очень дешево на тот момент. Совсем дешево. И если вы хотите открыть тут бизнес, открывайте. Это раз. Помогите нам. Вы же там тоже уважаемые люди за границей. Помогите нам получить технологии. То есть, мы вам даем рынок рабочей силы, а вы на этот рынок технологию хорошую, современную, совершенную. И мы будем вам поставлять высокотехнологичные товары. Не такие, как вот просто там... Раньше они делали, что кеды, фонарики и полотенца такие махровые, помню, были. Еще совсем был полный дефицит. Это такое вот габардиновое пальто, типа такого, знаете, легкое такое. Это было вот 50-е годы. Это вот типичные товары китайские. Да, вот они, конечно, их могли делать и дальше, но даже не так интересно. И вот это вот началось... Началось китайское чудо. При всем при этом надо иметь в виду то, что власть осталась в руках Компартии. То есть, власть, скажем так, прямо, так сказать, тираническая. Извините, я отвечу. Это мне не из Китая звонят. Да, Лен? Хорошо, я понял. Пока. Вот. И... Тирания, да? То есть, а тирания, она очень стабильна. Очень стабильна. И более того, стабильность-то, она вышла в поддержку, скажем так, китайского производителя. Дешевый юань, да? Вот это их единица. Она оказалась стабильной и очень дешевая. Неоднократно против этого, значит, выступали Соединенные Штаты. Значит, давайте, вот, все-таки юань приведите в соответствии с его настоящей стоимостью. Китайцы отвечали, да, хорошо, мы приведем, но при этом мы еще упростим иммиграционное законодательство. К вам хлынет толпа китайцев. Вот при всем моем уважении к западному менталитету, я вот знаю, что вот закон американский, я не знаю, сейчас он действует или нет, но какое-то время тому назад действовал, о представлении политического убежища, и вообще убежища людям. Вот, значит, один из пунктов, это если на родине женщину принуждают к аборту. И вот именно вот эта вот ситуация, кроме китаянок. Потому что женщин в Китае принуждали к аборту. Это была такая политика, одна семья, один ребенок, да, вот, все. Этим не надо, да, давать убежища нет. Вот, китаянка, иди, пусть тебя там поковыряются. Вот, при всем моем уважении к западу, ну, вот такая вот ситуация. Ну, а что вы хотите, да, весь запад станет китайским, да. Это мне анекдот рассказывали одни евреи, о том, как у них, значит, в Израиле есть такое специальное участие. Ученые, или общество, и ученые, я не знаю, которые ищут пропавшие, так сказать, колено Израилева. И вроде они такое одно колено нашли в Тибете. Вот, что это какая-то колено тибетцев, а их 30 миллионов. И вот, не дай бог, эти тибетцы действительно решат, что они евреи, и решат эмигрировать в Израиль. Да, ну, представляете, 30 миллионов тибетцев вот в Палестине. Понятное дело, что там никакого там арабского государства не останется, но, извините, это будет путь тибетской уже государства, а не еврейской. Ну, вот, ну, такой анекдот мне рассказывали знакомые евреи достаточно давно уже, я не знаю, чем все это кончилось у них. Вот, ну, и вот так была создана в Китае экспортно-ориентированная экономика. Работает она на экспорт исключительно. То есть, в последнее время появился и внутренний спрос. В последнее время, значит, государство очень умело стимулирует, значит, внутренний спрос, и в частности, большими инфраструктурными проектами, железные дороги, все такое прочее. Чем все это кончится? Ну, пока все это выглядит здорово. Дай бог, что дальше было здорово. Я это искренне говорю, потому что любая вот эта вот раздрога, непонятка, как это еще называется-то, заметня в Китае, это вообще для соседей будет ужас. Лучше, чтобы там все было тихо и нормально. Лучше бы они хорошо развивались, работали, сытно ели, много чего зарабатывали, производили, и все. Да, ну, ладно. Ну, вот такие вот рассказы вам про китайское чудо. У нас такое чудо неповторимо, потому что мы и сами не захотим. Ну, мы все-таки более, наверное, больнолюбивы, чем китайцы. А что касается коррупции, то она, конечно, у них совершенно фантастическая. Против нашей, наша коррупция на фоне китайской, это ерунда. Вы сейчас будете меня за это дело осуждать, но я вам сказал то, что думаю. А вы уж, пожалуйста, помогите мне, поддержите меня, чтобы был в интернете человек, который вам всегда говорит то, что думает, а не то, что ему велели говорить. Пайпал, международная система платежная, Яндекс.Деньги, Киви кошелек, ВКонтакте кошелек, Донейшн Айлерс, счет в Сбербанке, номер сбербанковской карточки, он у меня сейчас изменился. Ссылочка на текстовый файл, где все это есть, легко скопировать на ваш телефончик, вот этот, как его, смартфончик. Вот, жду я от вас пожертвования. Очень нужны. Ну, пожалуйста, помогите. Вот, между прочим, вот... Ну, похвалю. Вот татары хорошо, вот как-то реагируют, нормально. Вот, видишь татарскую фамилию? Вот, обычно вот жертвователи, вот, среди них много татар. Вот, татары, кавказцы, а русские как-то не считают своим долгом. Видимо, потому, что вот те мусульмане, они еще Бога как-то помнят, уважают. А вот про проблемы России сказал в свое время с Ложеницем, в чем, говорит, проблема? Бога забыли. Вот, мусульмане помнят. Помогают бедным. Я чуть не прослезился. Спасибо.